Всем привет! В этом ролике я наконец-то расскажу не о какой-то своей или чужой партии, а расскажу об одном интересном варианте. Ну и проиллюстрирую, почему он интересен, примерами из своих партий, естественно. Из тех, которые есть в базе час бейс, ну и одна партия, которая, по-моему, в базу час бейс не попала. Итак, в славянской защите мне очень сильно нравится ход ферзь c2. И после хода dc главным продолжением в этой позиции является ответ ферзь бьет c4. Возникают сложные, интересные и очень спокойные позиции. Когда-то давно, более десятка лет назад, мой друг, екатеринбургский тренер шахматной Олег Николаевич Юферев познакомил меня вот с таким гамбитом e4. Ну, если черные могут принять гамбит разными способами. Например, есть ход слон g4. Так, со мной в базе я партии не нашел, чтобы играли. Хотя играли. Но здесь у белых отличная компенсация. Мы видим, что они опередили в развитии. И после ладья g1, как бы черные не играли, в планах белых f4 и f5 с расчищением дороги слону c4. Ну, и вообще мы видим, что перевес белых в развитии достаточно неприятен. Чаще всего пешку заезжают более простым, примитивным способом b5. И нужно немедленно сыграть b3. Снова небольшая развилочка. Со мной абсолютно все играли cb. Надо знать, что есть ход слон g4. После bc черные забирают пешку на d4. И здесь разбегаются глаза от разных интересных ходов. Например, можно сыграть скромно конь d2, как сыграл румынский мастер Донча против голландского гроссмейстера Яна Смитца в 2009 году. И белые получили огромный перевес в развитии за пешку. Черный король застрял в центре. Белый тоже, но на белого короля напасть вообще никак. А черного готовы доставать на любом фланге. Партия прикреплена. Посмотрите в описании, значит, будет ссылка вообще на весь файлик с материалом, про который я сегодня рассказываю. И партию эту сможете посмотреть самостоятельно до конца. Кроме того, после хода ферзь c5 у белых есть интересное продолжение e5 и потом e6. После чего черные, ну, как-то очень серьезно, развитие черных очень серьезно затрудняется. Слон f8 разовьется, рискует развиться в следующей партии. Ну, практически все бьют сразу на b5. Какие плюсы получили белые за пешку? У них уже работает ладья. Они захватили центр. Ну, и у них развито больше фигур. Плюс ферзь c2 уже атакует слабую пешку c6. Практически все против меня играли e7, e6. Этот ход реально самый естественный, самый понятный, самый логичный. Есть партии после слон b7. И одну из них я умудрился даже проиграть. Тоже полностью партии смотреть не будем. После слон b7 мы, конечно, немедленно нападаем на коня. И проводим типичную тормозящую жертву пешки. Такой вот позиционный прием. Идея в том, что после fe, как у меня было на щаскоме в одной из партий, белые ведут, ну, заканчивают развитие. Слон на d2 не пускает коня на b4. Хода коня a6 нету. Из-за ладья бьет a6. Ферзь бьет c6. Ну, и съели или мат. Сейчас дадим там конь e5 еще, или конь g5. То есть здесь мат не за горами. А после конь d7 угрожает ни много ни мало слон g6 шаг. Аж же ферзь бьет g6 мат. И снова угрожает слон g6 шаг. Ну, и вот в этой позиции я мог просто забрать ферзя кодом слона a5. Потому что брать на d4 нельзя из-за вот такого мата. Партию я в итоге вообще даже умудрился проиграть. То есть, видимо, играл совсем сонным. Блогер Евгений Шувалов сыграл против меня здесь f6. И тоже был разгромлен. Снова угрожает слон g6 мат. Брать на e6 опасно. После ладья e1 скрывается линия e. Плюс белые могут забрать всегда на h7. И поставить слона на g6. Ну, а после g6, да, пешку e6 я уже отдавать не стал. А, естественно, отдал слона. То есть, посмотрите, уходить на f8 нельзя из-за ферзь f7 мат. Ну, а после король d8 ферзь бьет g7. Уже материала поровну. А атака белых не прекращается. То есть, слон b7 нам больше напоминает большую пешку. Ну, и, в общем-то, здесь тоже очень скоро белые замотовали. Естественно, ход e6 намного лучше для черных. Ну, и в этой позиции я применял разные ходы. То есть, позиция богатая. Самый естественный ход, конечно, слон d3. После слон b7 рокировка. Как только... Вот важный момент, который хочу отметить. Как только черные играют конь d7, белые должны немедленно вывести коня на c3. До появления коня на d7, коня на c3 ставить не надо. Как только черные играют a5, белый слон обязан выскочить на d2. Иначе черный конь отправится на a6 и попадет на b4. Ну, и после конь d7, конь c3, a6, e5, белые отыгрывают пешку. И у них лучшая пешечная структура. Эту партию мне удалось выиграть. Хотя, походу, это тоже на чизкоме сыграно. Я умудрился напутать и играл без качества там и так далее. И без особой компенсации, я бы даже сказал. Намного чаще я играл, делал ход после e6 слон d2. Тоже очень интересное продолжение. Мы хотим поставить слона на a5 при случае. Мы не пустили черного слона на b4. То есть, не даем им разменять фигуры. В принципе, размен чернопольных слонов в этой позиции выгоден белым. Ввиду ослабления поля c5 и при случае поля d6 и поля a5. Но, как мы знаем, опять же, размены зачастую могут быть выгодны стороне, которой не хватает пространства. А таковой здесь являются, конечно, черные. То есть, ход слон d2 это ход, направленный против шаха на b4. Значит, несколько, пару раз со мной играли слон e7. После слон d3 рокировки нету из-за хода e5. И поэтому белые просто ждут, когда черные сыграют там h6 или g6. То есть, черные еще вынуждены тратить какие-то темпы и ослаблять свой королевский фланг. Только потому, что им нужно сделать рокировку. Ну, например, после конь d7. Как я вам и говорил, на конь d7 немедленно выводим коня на c3. h6 e5. Я просто забрал, опять же, в одной из партий на ческоме пешку h7. И мой противник сдался вот в этой позиции. То есть, 21 ход, материальное равенство на доске. Но у черных ни одна фигура по-человечески не ходит. Ладья хочет залезть на c7. Король у черных очень плохо. Угрожает даже f4. Более опытный шахматист Илья Ильюшонок в 2018 году в полуфинале чемпионата России. Или, как это по-другому называется, первенство Уральского федерального округа. В этом турнире сыграл против меня А5. Но хода коня 6 нет из-за слон бьет А5. И после ладья c1, то есть тут очень важно не сыграть конь c3. После коня 6 черный конь попал на b4. Их проблемы решены. После ладья c1 выясняется, что надо как-то развиваться дальше. На коль bd7 уже последует конь c3. С идеей где-то e5 сыграть. А в случае h6 у белых есть интересный ход. Конь c3 с идеей, конь бьет b5. Мой противник опасался его. А я собирался осуществить маневр, показанный мне моим другом. Олегом Николаевичем Юферевым. То есть вот это все его разработка. Нападаем на пешку а5. И перебрасываем ферзя на королевский фланг. Ну, у черных существенные неприятности, так скажем. Ввиду угрозы х7 и ввиду того, что пешка h6 подвисает. Илья сыграл g6 после конь c3. Конь вышел на h6, но белые уже захватили пространство. Тактическое обоснование хода e5 в том, что если черные прыгнут конем на b4, то белые жертвуют ферзя. Взяли, взяли. Ладья бьет c2. Эту позицию мы оба оценивали как безнадежную для черных. У них проблемы с королем. У них ослаблен королевский фланг. Черные поля по всей доске ослаблены. Ну, сейчас я, наверное, не был бы столь категоричным, что вот это именно безнадежно. Но у белых, конечно, шансы должны быть куда более высокими. А после конь d7 простой ход слона h6 ставил очень серьезные проблемы перед черными. Опять же, ввиду ослабленных черных полей и задержанного в центре короля. То есть, на условное слон f8 можно, например, сыграть ферзь e3. Ну, слон f8, чтобы короля все-таки на королевский фланг отправить. А можно даже взять на f8 и поставить коня на e4. То есть, так может быть даже еще сильнее. Я сыграл иначе и тоже имел хорошие шансы на победу. Потому что пешка у черных, конечно, есть. Но с королем очевиднейшие неприятности. У него нет места, где он спокойный. Партии, опять же, до конца смотреть не будем. До конца мы посмотрим ту, в которой мне впервые удалось в турнирной партии сыграть вот этот гамбит. Слон d2, значит, я хочу поставить слона на a5. И мастер фиде из Ижевска. Партия сыграна в Ижевске в 2012 году. Сыгрался здесь a7, a5. Не пуская слона. Ну и после слона d3. Надо как-то развиваться. Слон b7, рокировка, конь d7. Ну и выяснилось, что белые расставляют фигуры по центру. В любой момент они могут сыграть e5 с идеей слон бьет h7. Здесь после длительных раздумий черные сыграли b4. Ну, надо сказать, что они должны считаться не только с e5, но и с d5, например. Пешка b5 серьезно в этом случае может оказаться ослабленной. Линии в центре вскрываются. И черный король будет чувствовать себя очень плохо. Ну, я не к тому, что я хотел именно d5 пойти. Но в первую очередь с e5 надо считаться. Итак, после b4 конь встал на край доски. Единственная возможность черных получить хоть какую-то игру, это провести c6, c5. Но, к несчастью, это сделать очень тяжело. Уже на полном серьезе грозит e5 и слон бьет h7. Пешка b4 отняла поле у коня, который мог бы при случае туда попасть. Ну и белые просто расставляют фигуры на более активные позиции, чем те, где они располагались. И слон на c4 великолепен. Размена конь b6 мы не опасаемся. Потому что, скажем, после конь b6 черным надо считаться как минимум вот даже со взятием на e6 и потом e5 и ферз g6. Но я, по-моему, собирался играть чуточку иначе. А как я сейчас почему-то даже и вспомнить не могу. Может быть я собирался конь c5 пойти. И чтобы по черным полям обрабатывать позицию противника. То есть слон на b7 висит, на a8 его ставить противно. А взятие на c5 приведет к тяжелейшему разноцвету. Где белый слон очень быстро, ну давайте чуть-чуть покажу, окажется на d6. Вот скажем, конь c4, ферз c4. И не совсем понятно, как черные могут не пустить слона на d6. Причем за давностью лет я реально не помню, как я собирался играть. Просто конь бьет b6 у белых тоже великолепная компенсация. Наверняка можно здесь сыграть как-нибудь типа ферзь a2. Или там ладья a4 с идеей ладья a1. Очень важно, что нет хода c5. Потому что белые прорываются в центре. В этом был смысл хода ладья fe1. Чтобы на c5 всегда иметь возможность ткнуть пешку в лагерь противника. d5. Да, и в общем после ладья a1, ферз c7, черным очень непросто найти какой-то разумный ход. Например, на рокировку выглядит... Стоп, вместо ферз c7. Да, вот. На рокировку выглядит очень неприятным e5 и ферз... Ферз e4 и угрожает ферз g4. И хода f5 нет. И слон d3 тоже угрожает. Так, черные сыграли ферз c7. Ну и спешить белым некуда. Полезный ход h3. Выясняется, что все угрозы белых сохранены. Рокировку делать опасно ввиду e5 и ферз e4. После c5 d5 вскрывать линии в центре нельзя. Ну, потому что тогда король никуда сбежать не сможет. Висит слон. То есть, тут и конь h4, конь f5. И сдвоение пушек по линии e. Ну, много хороших идей у белых здесь есть. Поэтому пришлось центр закрывать. Тогда конь немедленно попытался попасть на f5. И после ферз c1 у черных вот пешка h6, которую они туда поставили, спасая ее от слон бьет h7. Снова подвисает. h5 играть противно ввиду того, что ослабляется поле g5. g5 играть нельзя ввиду того, что конь на f5 попадет. Ну, и после конь g8, конь f3. Король f8, слон b5. У черных начинаются проблемы по всей доске. То есть, пешки e5, c5, a5, h6. Они все слабые. Фигуры не скоординированы. Ну, и намечался еще и сильнейший цветнот у черных. Угрожает уже слон бьет d7 и конь бьет e5. После чего конь переходит на c4. После слон бьет d7. После чего центр белых ясно, что сомнет фигуры черных. И после конь b8 на пешку e5 идет нападать второй конь. От полной безысходности последовало, виноват, последовало a4 и слон a6. Ну, и маленькая комбинация заканчивает партию. Черные здесь сдались. Ввиду того, что на слон бьет e5 последует d6. Если ферзь отойдет, то мы заберем на e5. А на слон бьет d6 последует конь бьет d6. Висит ладья. Коня брать нельзя. Ввиду слон бьет h6 шаг и теряется ферзь. То есть, вот такой опасный гамбит принес мне огромное количество очков. Давайте я еще раз по ходам покажу. e4. И если b5, то b3. Ну, помимо меня, то есть, я не буду говорить, что я первопроходец. Помимо меня, этот гамбит играли многие известные шахматисты. Но он почему-то менее популярен, чем ход ферзь бьет c4. Из известных шахматистов упомяну Владислава Ткачева, известного теоретика. Все. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...